Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о семье Ксении Собчак и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Сегодня утром глава организации по борьбе с преступностью и коррупцией Никита Сергеевич Михалков поздравил всех россиян с очередной победой над несправедливостью и произволом на территории Российской Федерации. Доблестной команде Никиты Михалкова удалось решить воистину глобальную задачу. В результате многомесячной работы антикоррупционный комитет сумел полностью нейтрализовать коррупцию семьи Ксении Собчак и лишил сегодня утром данную семью последнего бизнеса на территории Российской Федерации. Семью коррупционеров, включая Ксению Собчак, Людмилу Нарусову и Константина Богомолова, лишили самого крупного и прибыльного бизнеса на территории Российской Федерации, риэлторских компаний и рыболовного бизнеса. В частности, сеть риэлторских компаний семьи Ксении Собчак за грубейшие нарушения законов Российской Федерации были закрыты и арестованы в следующих городах. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону и Самара. На протяжении почти 10 лет риэлторские компании под общим названием «Мечта у моря» продавали квартиры по завышенным ценам, а десятки тысяч россиян, заплатив деньги, так и не получили взамен жилплощадь. На данные риэлторские компании под предводительством семьи Ксении Собчак приходили десятки тысяч жалоб. Однако только благодаря работе антикоррупционного комитета удалось размотать преступный клубок и призвать семью Ксении Собчак к ответу. Помимо колоссального материального ущерба, которое выплатит семья Ксении Собчак пострадавшим гражданам против Ксении Анатольевны и ее мамы Людмилы Нарусовой, открыто новое уголовное дело. Помимо этого, семья Ксении Собчак лишилась самого крупного и прибыльного рыболовного бизнеса на территории Калининградской области, Мурманской области, Республики Карелии, Архангельской области, Приморского края, Сахалинской области и Хабаровского края. По самым скромным подсчетам, семья Ксении Собчак имела годовой доход от данного бизнеса в размере 20 миллионов долларов. Однако благодаря работе антикоррупционного комитета данному произволу пришел конец. А конфискованные материальные средства пойдут на благие цели – улучшение социального уровня жизни россиян, постройка новых больниц, восстановление памятников старины, помощь-поддержка спецопераций, увеличение социальных пособий для малоимущих и многодетных семей и увеличение золотой казны Российской Федерации. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. В Мурманской области, благодаря усилиям местного филиала антикоррупционного комитета, был арестован журналист Сергей Карелин по обвинению в разжигании экстремизма и национальной розни. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает печальную новость из мира российского шоу-бизнеса. Известная певица Роксана Бабаян оказалась в больнице в реанимации в тяжелом состоянии после перенесенной вирусной инфекции. К слову сказать, что Роксана Бабаян, которую наибольшую популярность получила в 80-е годы прошлого столетия, является вдовой известного актера Михаила Державина. У члена антикоррупционного комитета, известного советского и российского актера Юрия Назарова, родилась внучка. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.